Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Это видео выйдет прямо сегодня, потому что вчера я ничего не снимала и позавчера тоже. И даже по инстаграму это можно понять, ни одной истории, потому что я лежала с температурой. Болею я, ребята, болею. Но я подумала, что все равно я кушать буду. Лучше это запечатлеть на камеру. Ой, совсем забыла вам показать. Меня всегда брат ругает. Ой, как вкусно! Вот так вот выглядит блюдо. Я разлила. Причем разлила на микрофон. Господи, что ж я буду делать, а? Шо я буду? В общем, это блюдо называется кюфте. Это из азербайджанской кухни. Можно так сказать, даже из кавказской кухни. Это мясные такие шарики, которые приготовлены в соусе. На вкус, знаете, чем-то напоминает даже тушенку. Очень вкусно. И внутри вот этих вот фрикаделек, они просто огромные в этот раз, мама приготовила. Очень вкусно. В общем, ребят, я два дня болела. А как я заболела? Слушайте историю. Я увидела, что наши окна в квартире уже просто затуманены. Это просто такое ощущение, что на улице туман. Ты не видишь ту сторону. И так как я сейчас в отпуске, я решила... Еще здесь картошечка. Так вот, я подумала, что я в отпуске, почему бы не помочь маме. И решила по одной начать мыть все окна. Я высоты вообще не боюсь. Но я оделась, на самом деле, очень легко. Несмотря на то, что мы живем в Азербайджане. И когда у тебя в руках мокрая тряпка, и ты начинаешь по одной мыть окна, просто в одной футболке, понятное дело, что ты заболеешь. Ребят, как это вкусно. Это одно из моих любимых блюд в приготовлении моей мамы. Обожаю просто. Вот такие вот фрикадельки, или как сказать, это кюфтэ называется. Но очень вкусно. Нежная-нежная баранина. В общем, два дня я лежу с температурой. И у меня прям, знаете, основ, мне так холодно. Открываю комменты. И там видео цыпленок табака. Я его выложила, наверное, где-то в шесть. Очень поздно, я понимаю. Вот. Но просто я была не в состоянии ничего делать. Вы меня тоже поймите. Я сейчас думаю, как хорошо, что я заболела именно тогда, когда у меня отпуск. А представьте, мне еще нужно на работу. Мне нужно снимать видео. Я все равно сяду и буду это кушать. Лучше поставить камеру и еще поболтать с вами. Так же вчера увидела комментарий. Девочка одна пишет, что вот ты говоришь, что влоги всем нравятся, а мне, например, не нравятся. Я написала об этом в комментариях. И мой комментарий лайкнули около 40 человек. Так вот, почему ты не учитываешь наше мнение? Ну, ребят, вы поймите, что люди разные. Кому-то нравится что-то, кому-то нет. Вот, например, АСМР, да, вот элементарно возьмем. Кому-то он очень нравится, а кто-то считает, фу, кто-то крутит у виска. Я, когда выставляю влог, обязательно в этот день бывает мукбанг тоже. Поэтому я учитываю ваши интересы, конечно же, учитываю. Вот. Я, честно, на такие комментарии вообще не обижаюсь. То есть человек конкретно, конструктивно говорит о своей мысли. Вот это я понимаю. Например, мне не нравятся влоги, не снимай влоги, например, да, или еще что-то. Я не смотрю твои влоги, а мукбанги люблю, например, да. Это же не значит, что человек хейтер. Но иногда бывает прям поливаю тебя грязью. Я, честно, блокирую таких людей, потому что каждый день на мой канал подписывается около 300 человек. Одним-двумя человек погода не меняется. Лучше на пару просмотров будет меньше, но действительно люди, которые меня любят. А хейтеры могут не смотреть. Если они сами не могут отказаться от просмотра моих видео, я просто блокирую. Ну, неприятно читать каждый раз, как тебя оскорбляют, оскорбляют твоих родственников и так далее. Неадекватные люди просто. Так вот, влоги я снимаю для тех, кто хочет их смотреть. И обязательно в этот же день также будет мукбанг. Так что, не думайте, что я мукбанги там заброшу. Буду снимать только влоги. Как же вкусно, ребята. Это просто обалденно. И еще соленые огурчики. Порция, конечно, получилась маловатая. Но я хочу еще что-то снять. Может, какой-то десерт. Надо посмотреть в холодильнике, что есть. Но навряд ли там будет какой-то интересный десерт, я так думаю. Нужно будет сходить и что-то купить. Это капуста. Маринованная. И чаечку. И напоследок, давайте немножко поотвечаю на ваши вопросы. Какой бы образ ты бы себе никогда не позволила? Я, естественно, не совсем поняла вопрос, какой образ. Но, например, выставлять какие-то фотографии в купальнике в инстаграме я бы, наверное, себе не позволила. Даже, может быть, в купальнике позволила, но в нижнем беле, например, нет. Это никак не относится к моей вере и так далее. Просто я считаю, что что-то должна оставаться заказом. Потом, не знаю, строить хайп на какой-то грязи. Вот такое я тоже не люблю. Пусть даже у меня будет меньше подписчиков, но не будет грязи. Да, вот я за это, честно. Эти люди, которые хайпятся на таких вещах, зарабатывают в 300 раз больше, чем я. Но для меня именно важна любовь подписчиков. И даже те, которые меня не любят, люди, я предпочитаю, чтобы их вообще не было. Если бы для меня было самое главное количество подписчиков, то я бы не блокировала хейтеров. Думала, наоборот, хорошо. Я вам расскажу такой секрет. Когда пишутся комментарии, то рейтинг видео поднимается. И у меня под одним видео, там суши, роллы, YouTube автоматически закрыл комментарии. К сожалению, это не от меня зависит, я не могу открыть. И хочешь, не хочешь, на этом видео меньше просмотров. То есть, учитывая эту тему, как суши, мало просмотров. Пусть у меня будет всего 70 тысяч подписчиков, но действительно люди, которые меня любят, которым нравится то, что я говорю. Может, я не всегда говорю правильные вещи, да. Иногда, например, я вижу в комментариях хейт и понимаю, что люди правы. Например, в одном видео я там сказала про друга своего брата, что он такой уродовый и так далее. Я со стороны просто посмотрела на себя, и я поняла, что вы правы. Действительно неправильно осуждать кого-то. Но мне приятно в то же время, что люди от меня не отворачиваются. Люди продолжают меня смотреть. То есть, это на самом деле очень приятно. Я вас очень люблю, я буду исправляться, я обещаю. Вот, но вы в свою очередь обещаете делать замечания правильно. Вот, например, я читаю в комментариях, кстати, что мне такая прическа не подходит. Типа у меня голова зализана и так далее. Но я не знаю, как по-другому. Вот я помыла голову, я сделала хвостик, и у меня вот всегда вот башка такая. То есть, у меня нету плекорневого объема. Вкусняши просто. Здесь еще внутри, внутри вот этой вот фрикадельки, внутри кюфта, кладут маленький какой-то кислый фрукт, предварительно высушенный. Так что очень вкусно. Все, ребят, все съело. Было просто нереально вкусно. Даже не выпила гладкая чая. На самом деле, это очень маленькая порция для меня. Я обычно съедаю в два раза больше. Ну, если говорить откровенно, дома не было красивой посуды, куда можно было поместить эту кюфту. То есть, я хотела именно вот в такой вот белой тарелочке, чтобы смотрелось как-то эстетично. А больше этого размера дома не было. Поэтому я подумала, да ладно, так сделаю. Потом за кадром еще поеду. Вот так вот, ребят. Зачем я прошу, чтобы вы мне задали вопросы, я не знаю. Потому что мне хочется болтать вообще о другом, не знаю, о своем о чем-нибудь. Соленая огуречка, я обожаю. Планируешь ли снимать какие-нибудь новогодние видео? Да, я хочу снять праздничный стол. А еще скоро у меня день рождения будет. Я думаю, что на свой день рождения... Что бы такое снять на свой день рождения? Я просто думаю, что в этот день я хочу кушать именно то, что я хочу, а не то, что у меня не было. Или просто хочу сидеть и кушать свое любимое блюдо. Можно даже сделать целый стол. Как вы думаете вообще насчет дня рождения? За кадром я возьму конфетку. В комнате, в которой я сплю, обязательно вот лежат какие-то конфеты. Обязательно лежат фрукты. Ночью я просыпаюсь, как зверь, начинаю кушать. Но честно, вот эти два дня, когда я болела, я уже скинула один килограмм за два дня, потому что у меня вообще не было аппетита. Но сейчас уже аппетит потихоньку начинает появляться. В общем, как-то так. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь для меня безумно приятная. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Лайка Эмили. Всем пока!